Хочу сказать, что выражение «бежать впереди паровоза» в нынешней ситуации с памятниками фашистам, которые стояли по юлу Черноземья на всем пути бегства разгромленных альпийских стрелков, сейчас стало в полный рост. Потому что мне вчера позвонили из Ливенки и сообщили о том, что главе сельской администрации Шишлянникову был звоночек из прокуратуры, и ему ненавязчиво предложили приварить к фигурам фашистов, которые на мосту через речку Валуй, на прежнее место. Этот мост в 1918 году якобы подарили ливенцам альпийские стрелки, но, как всегда, у подарка есть двойное дно. Мы помним историю с троянским конем, так вот таким троянским конем стал и детский сад в Росаше, который прямо на этом буклете написано «посвящен героям, погибшим в России». Точно так же и мост, который презентовали еще в январе 1918 года в Италии, куда приглашали, естественно, чиновников из Красногвардейского района. И в сентябре этот мост открыли с помпой, под фанфары, как якобы мост примирения, дружбы, но на самом деле это мост-мемориал, посвященный фашистским альпийским стрелкам. Да, тогда было много речей произнесено, шарики развешивали, и все это зафиксировано на видеохронику. Но, естественно, местные жители стали возмущаться таким подарком, и администрация была вынуждена хотя бы верхнюю часть, где эти головы в шляпах, закрыть листами профнастила. Но это не могло, в общем-то, решить проблему. И я встречался дважды с бывшей главой администрации госпожой Куташовой. Я от имени Фонда защиты национального исторического наследия предложил ей такую визуализацию. Оставить мост на высоту метр-метр двадцать, и тем самым закрыть позорную страницу. Но мост долго, еще после нашей встречи, продолжал стоять вот в таком виде. К девятому мая прошлого года его еще и разукрасили под цвет Георгиевской ленты, что явно здесь выглядит как кощунство и издевательство над памятью о наших солдатах-освободителях. И для того, чтобы убедить госпожу Куташову все-таки что-то предпринять, я в очередной приезд в Ливенку сфотографировал со стороны речки, как смотрятся на белом фоне эти силуэты фашистских альпийских стрелков в своих пернатых шляпах. И госпожа Куташова, за что можно ей сказать спасибо, она в январе месяце, буквально за неделю до празднования так называемой эпической битвы за честь и за жизнь, так ее позиционируют сами альпийские стрелки, дала команду срезать все, что торчит над верхней перекладиной моста. И так этот мост находится в таком положении, состоянии и до сих пор. Несколько раз мы созванивались, я предлагал Анне Петровне все-таки срезать перила моста до уровня метр-метр двадцать и на этом закрыть всю эту историю. Но все это превратилось в бюрократическую процедуру по разработке проектной смертной документации, чтобы сразу на трех мостах делать ремонт. Ну и в конце концов, наверное, бы все-таки мост был срезан. Но вот сейчас, когда поступила команда, непонятно с какого уровня приварить головы в пернатых шляпах фашистов на прежнее место, то это уже будет выглядеть не как комедия, не как трагедия, а просто какой-то театр абсурда. А начиналось все в девяностом году с первого памятника, поставленного на окраине Россоши, якобы памятник Скоби, но на самом деле к этому памятнику стали приезжать пернатые туристы, возлагать венки, воздавать почести. То есть это явная открытая героизация фашистских солдат. Но чтобы эти временные памятники остались на века, то их заменили на чисто мраморные. Хотя и этот мраморный не устоял, и неравнодушные граждане его просто тросом машиной сдернули, и он сейчас где-то на свалке, на складах ЖКХ. Как выглядит операция «Улыбка» можно увидеть в одном кадре. Это очередная поездка в Италию чиновников из Россоши Мишанкова и бывшего главы города Марково, главного проводника такой «дружбы» Морозова. И вот в этом поцелуе отражается как раз фальшивая улыбка, фальшивая операция, которая была направлена только лишь на героизацию фашистов. И если мы посмотрим в сравнении, какой был памятник альпийским стрелкам, это вот в виде креста стелы, больше трех метров, и крайний, с другой стороны, метр сорок, памятник на братской могиле, где захоронено полторы тысячи казненных узников концлагеря, в том числе мирных жителей, женщин, стариков и детей, то мы поймем цинизм того, что господин Мирошниченко, это нынешний руководитель военных мемориалов, требует восстановить все памятники, которые накрылись медным тазом. Мне кажется, наступил такой момент, когда придется Фонду защиты национального исторического наследия обращаться с исками в суд Баучарского, Рассашанского, Алексеевского и Красногвардейского районов, с тем, чтобы в суде доказать, что памятники были установлены незаконно в результате коррупционных сделок, потому что есть информация о том, что все чиновники тех районов, которые допустили установку памятников фашистам, не на кладбище, не на захоронении, а просто там, где захотелось потомкам фашистов. Они все ездили в Италию, и ездили ни по туристической путевке, ни за свой счет. Их возили туда и устраивали там увеселительные турпоездки по достопримечательностям, Венеция, Доломиты, и этим сказано все. Поэтому в этой истории надо ставить жирную точку, и почему так заметались, как крысы, все чиновники после звонка или письма из военных мемориалов? Да потому что если будет доказано, что все памятники установлены незаконно, то сразу следом возникает вопрос, а как будем с коррупцией, как будем поступать с теми, кто допустил это? Я понимаю, что срок давности прошел, я понимаю, что никакие сроки там уголовные не грозят, но моральную оценку сделать, дать этому всему необходимо. Поэтому мы очень надеемся, что эта история закончится полным разгромом и капитуляцией так называемой операции «Улыбка», и в дальнейшем ни у кого даже и мысли не должно возникнуть о том, чтобы восстановить эти все памятники фашистам. «Улыбка» «Улыбка»